Заместитель руководителя Гродненского частного предприятия Владимир Нашкевич уже не представляет своей жизни без бильярда. 11 лет мужчина совершенствует свое мастерство, тренируясь по несколько часов в день. Не без гордости Владимир рассказывает про свой кий. Признается, что именно от этого инструмента во многом зависит исход игры. Я играю мастером Луцкого, Риванюка Ивана Ивановича, с Украины, с города Луцка. Действительно талантливый человек. Его кии очень ценятся. Все играют признанные мастера бильярда русского его киями. Я приобрел полтора года назад его кий, ручной работы, очень хороший кий. В районе 2000 белорусских рублей он стоил. Очень нравится мне. Лучше пока не было у меня. Чемпионат Гродненской области по бильярду собрал 31 сильнейшего игрока. Жеребьевка определила имена соперников и задала старт игре. Мужчины соревновались в малознакомом им виде игры – динамичной пирамиде, вместо ранее заявленной комбинированной. Несмотря на это, количество спортсменов превзошло все ожидания организаторов. Сначала планировалось другой вид пирамиды, но в Казахстане через месяц состоится чемпионат мира именно по этой дисциплине. Поэтому планы Белорусской ассоциации, равно как и Гродненской, поменялся вид игры. Не только главные мировые соревнования в Казахстане, но и чемпионат Белоруссии, который состоится уже в середине марта, будет проводиться по дисциплине «Динамичная пирамида». В трех бильярдных клубах на протяжении двух дней лучшие грудненские бильярдисты боролись за бесплатные путевки на чемпионат страны и звание кандидата в мастера спорта. Здесь есть победители международных турниров, которые проводились в Литве. Это Андрей Мещанский, который является моим заместителем. Есть победители турниров, которые проводились на любительском уровне. Это Нашкевич, это Буйко. Есть достаточно топовые игроки. Сегодня, по оценке специалистов, белорусский бильярд переживает не лучшие времена. Нехватка финансирования негативным образом сказывается на состоянии профессионального спорта. В последние годы Белорусская ассоциация бильярда не проявляла активности, а нынешний областной чемпионат стал первым за последние несколько лет. На вопрос о том, как выходить из положения, у игроков свои ответы. Какие планы на этот счет у самой федерации, станет понятно позже. Чтобы больше поддерживали этот спорт. Потому что этот, как говорится, спорт не очень многолюдный. Есть любители, которые старожилы, как говорится. А в новых такого нету школ, как говорится, сильных. Надо это развивать. Мне кажется, в первую очередь, не хватает чуть-чуть финансирования и каких-то более турниров сбалансированных, чтобы часто проводились, но организации таких международных турниров, чтобы к нам приезжали действительно хорошие звезды бильярда мирового уровня. Несмотря на ряд сложностей, которые сегодня испытывает мир профессионального спорта, бильярд не теряет своей популярности. Особый интерес он вызывает у гродненцев. Чемпионат нашей области собрал самое большое количество участников в сравнении с остальными регионами страны. К слову, в Минске турнир и вовсе не состоялся из-за отсутствия достаточного количества участников. И пока столица отдыхает, регионы определяют лучших. Сильнейшими бильярдистами нашего города стали Анатолий Трусь, Владимир Нашкевич, а также Николай Лазута и Игорь Плешко. Будем надеяться, что победители дадут нам повод порадоваться результатом чемпионата Беларуси и достойно представят наш город на главных соревнованиях. Ялана Табудила, Олеся Матвеенок, Сергей Печерица. Новости Гродно+.